Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить игрушку Warrior 40 часть 3 Ultimate Edition. И, собственно, бегаем тут за панде. Надо бы посмотреть, что мы можем тут прокачать. Так, у нас у Тимы по три оружия нарыла, что называется. Надо бы это дело просто-напросто сокет прибавлять. Как я уже говорил про качка оружия, здесь идет только теперь при слиянии оружия добавляются сокеты. Ну, в смысле, вот эти вот штучки, в которые можно вложить какие-то дополнительные спелы. А сам урон не увеличивается, оружие. Урон увеличивается, по сути, при его частом использовании, как ни странно. То есть, чем больше ты бойцом пользуешься, тем больше урона у его оружия становится. Тут он, например, атака 6 плюс 0, а потом, может быть, атака 6 плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее. Как это происходит, я не совсем понимаю, но в то же время другого объяснения, кроме как, чем больше убиваешь, тем круче оружие становится. У меня лучше объяснения этой ситуации нет. Так, ну здесь мы все вроде вкачали. Главное, вот это самое, я тут уже прошаренный немножко в этой системе, поэтому главное нужно сделать, чтобы у оружия основного было 8 сокетов, а потом копить другие оружия именно с сокетами. Оружие без сокетов можно продавать смело, потому что потом, когда мы найдем оружие покруче, там 2-го, 3-го уровня и так далее, нам нужно будет эти самые пухи между собой слияния делать, ну то есть соединять эти пухи, чтобы в результате оружия 2-го, 3-го и так далее, уровни, которые мы найдем, стало нашим основным, плюс там еще были сокеты, 8 штук. Для этого нам нужна еще всякая мелочь первого уровня, но с большим количеством сокетов. Короче, я надеюсь вы поняли, что я сейчас только что сказал, потому что я, как и эта игра, говорю очень пространно. Эта игра тоже хрена не объясняет, на самом деле. Не, ну она что-то объясняет, как и я что-то объясняю, но в результате ни хрена не понятно. Вот я за каким-то макаром решил поменять тебе Тиму, хотя делается это все элементарно, но потом я не буду уже этим заниматься, то есть переставлять себе бойцов вручную для команды, просто будем идти по рекомендуемым Тимам, изменять их. Так, ну что ж, по сути, я думаю, нам надо, да, нам надо редукс сделать, Battle of Yui Lian, спасти таки дедушку Хуан Джуна-то, я, кстати, погуглил, как его правильно называть, да, он Хуан Джун, деда с луком, и зачетной бородой. Потому что в этой части у него здесь зачетная борода. Так, ну вот я опять решил вручную поменять Тиму, хотя не нужно это делать, но я еще пока только разбираюсь, получается пятая, нет, шестая, да, шестая серия. Я еще тут блукаю немножко в этих менюшках. Сейчас я еще прокачаю бойцов. Например, Кагу и Пандена до 20 уровня добить. Готово, и мочал, хотя бы уровня до 10. Готово, ну вот, в принципе, можем уже выдвигаться. Все у нас тут гуд. Ну и погнали, спасем дедушку. И вот, можно выбрать рекомендуемую Тиму, но я еще пока тут. Так, ну, тут нам объясняют, что мы победили армию Татри Гавы, раздобыли баллисты, и теперь можем, в общем-то, раздолбать ворота, которые заперли нас от Хуан Джуна. Тем самым мы можем Хуан Джуна спасти. Так, к катапульту выдвинулись, к месту назначения. Ну, прошлое было изменено, значит, мы можем изменить и будущее. У нас есть шанс спасти господина Хуан Джуна. Ну что ж, пойдем спасать. На этот раз вместе с Панг Де будем работать. Хлепус, Ассасин, хорошие имена, конечно. Ну, погнали. Я просто смотрел, где кто находится, поэтому так долго изучал карту. Я всегда долго изучаю карту в Вориа Сорч. Именно третьей части, чтобы не плутать. Ну, Мадай, кстати, это самое, не в курсе, откуда взялись подкрепления. Потому что он все-таки Мадай прошлого, а не Мадай будущего. Мадай будущего сейчас в лагере сидит. Ну, тут говорят, что катапульты, собственно, в пути. Нам нужно расчистить путь, и будет все круто. Киамори тут, кстати, произносит ровно те же самые фразы, что и в оригинальной бета-офф Юэлянь. То есть, ну, это, по сути, повторение этого уровня, только теперь все по-другому. Ну, Мадай сокрушается, говорит, ну, раз ты вернулся, Мачао, значит, моя жертва была напрасной. Я же, говорит, пожертвовал, собственно, с собой, ради того, чтобы ты смог спастись. На что Мачао сказал, не, у меня есть план, мы все, говорит, тут выживем, никто не погибнет. У него есть хитрый план, но он катит колесо. Так, ну, Мадай говорит, что у нас, говорит, все вроде неплохо, так обстоит дела, а вот у Куанчжуна все плохо. Как бы нам теперь его продвинуться да спасти. Мачао, говорит, не проблема, сейчас подойдет Катапульта, все будет чики-пуки. Вроде он это сказал, я что-то просмотрел. Так, ну, они тут благодарят Кагу, а Кагу и благодарят их, без разницы, за все это высокопарный бред, который не имеет никакого смысловой нагрузки, короче, не несет к себе этот диалог. Кагу и тут, конечно, вместе с Пангдаю действительно рулят. Кагу и тут уже не соперник здесь-то. Ну, Каамори опять то же самое говорит. Твой рух ты на печь. Моим врагам кто-то пришел на помощь, но я до всех растопчу и призвал Ку Нойте. Ку Нойте пошла бить Мадай, как мы помним. О, а здесь Токед Кавалерия, Кавалерия Токеда. Ну, сейчас мы вот и разберем этот Токеду. Вот он, кстати. Мадай тут такую фразу эпичную сказал. Что, говорит, нам боятся Кавалерии Токеды? Мы же сами Кавалеристы Кселяня. Раз, говорит, ты забыл, Мачал, говорит, нет, не забыл. Но при чем тут Кавалеристы Кселяня, если они вообще пешком бегают? Ну и пойдем. По идее, тут у нас Ку Нойте на Пауна Мадай, надо бы ему помочь. Где-то тут она у нас воюет. Вот она. Сейчас мы тебе веслом-то постучим по всем местам. У нас Батя с веслом пришел. Хорошая у него обилка вот эта вот спецатака, когда у него какие-то действительно водяные, блин, гейзеры из земли начинают бить. Так. Ку Нойте мы победили, Киа Мори начинает волноваться, говорит, ну надо же. У них тут есть силы, чтобы обратить вспять мои заклинания. Ну он, да, что, он там каким-то образом подчинил вот себе и Киа Мори... О, в смысле, не и Ку Нойте, и Юки Муру. Короче, загипнотизировал их своим колдунством. Да еще, по-моему, кого-то. Так, ну вот, Катапульта прибыли. Можно выдвигаться к этим Катапультом и разбивать ворота. Но сначала Катапульта надо бы защитить, потому что врагов еще дохренище. Катапульта прибыли не пройти, а вот здесь вот пройти. Кстати, как вы заметили, Пэнде у нас зелененький. Я ему поменял костюмчик, а это оказалось просто сменой цвета. Он был синий, стал зеленый, и теперь он очень похож на Мачалу, на самом деле. Костюмом-то. Их теперь можно перепутать. Если бы не весло. Но непонятно, почему Пэнде в этой части орудует вот такой вот хреновиной. Он же вроде бы и в первой, и во второй части... Пиками дрался-то такими укороченными, в каждой руке по одной. А сейчас решил вот на такую дурочку перейти. Типа она покруче. Более, как это сказать, соответствует ему мужественному образу. Пойдем еще туда. Там у нас два офицера есть, которые катапульты как раз-таки не дают катапультам проехать к воротам. Сдерживают их, надо их порешить. Так. Одно-два офицера вальнули. Пойдем валить другого. Ядов, тебя размажут. Да и не получится. Я только в принципе в этой серии именно работаю и скучу на Пэнде, чтобы как можно круче прокачать. И попробовать ему оружие выбить получше. И я забегаю вперед скажу, что у меня получилось выбить ему оружие получше. По результатам вот конкретно прохождение этой миссии он получит оружие второго уровня. А вот Кагуи не получит оружие второго уровня. Еще долго. Хотя ей бы тоже надо. Она тоже крутая. Но очень скоро мы получим пока что моего самого любимого бойца в этой части. Не в этой серии, но в одной из следующих ближайших. Как я говорил, Пэнде номер два, а скоро у нас будет номер один. Я правда еще большинство этих бойцов вообще не видел даже. То есть пооткрывали мне уже целую кучу, а я их просто не смотрю. Я думаю, что нас познакомят со всеми этими бойцами в свое время. Правда уже вот скоро у нас пойдут уровень сложности второй и третий. Там придется конечно перед каждой миссией бойцов попрокачивать. Я имею в виду, это просто экспы влить, чтобы не на первом уровне они пошли, а скажем уровне хотя бы на двадцатом. Так будет проще. Хотя не знаю, посмотрим. Всему свое время, как говорится. А сейчас у нас ворота. Надо раздолбать. Баллиста на месте. Будем стрелять. Так, как бы я мажет. Но я просто это не знаю, как тут правильно поставить именно прицел. Чтоб он попадал точно в ворота. Вот так вот, наверное, да. Ворота раздолбаны. Можем идти на Киамори. Ну и Мачао со мной согласен. Пора уже идти. Ну и скучать от Амаке Амора. О, блин. Пенде просто-таки сегодня в ударе. Даже воздушный захват сделал мы серию. Баба. Баба. Баба приперся. Баба. 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 Вот это круто. Так. Ну что, Пенде он тут говорит, что Готов, блин. Киамори Готов. Баба. 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 проведем немножко просто за нами он союзники идут чтобы они больно то не это не растягивали свои ряды надо врагов немножко тут действительно проведите а вон и фан джун здесь я конечно слил полоску мусоу врубив атаку мусоу как бы не надо было это делать фан джун удивился горь подкрепление но откуда действительно все было заперто воспрял духом ну и вот юка мора это я понимаю мощь для молодца ну короче я морю совсем что-то засал уже отозвал юки муру это бы но он справедливо подумал что сейчас и кимуре на стучат и он тоже это самое как бы с ним пройдется это колдунство и он обретет свободу воли как кучу скумой скоро он нам к нам присоединится так или иначе и кимурата в одной тоже из следующих серий правда я так до сих пор и не ни разу не попользуюсь открыл ты уже давно сейчас я уже приступил ко второй главе но и кимур так до сих пор ни разу не использую как она бамбуку в этой ветке так а вот как таким образом в этой игре можно заполучить себе лошадку только что я продемонстрировал бежит лошадка садитесь на нее и уже скачете на лошадку проблему в том что этих лошадок довольно сложно найти на карте ну и чоке а море давай 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 дохни тварь ну вот и все вот такую атаку провел не и не кислую такую я море то чем-то он проиграл но опять же это валюты и не конец вам ничего нет не остановить все бы тоже решено вы уже проиграли можете сразу копать себя магию да я устыжен говорит я хотел бы спасти тебя а получается сам нуждаюсь спасибо то есть получается что я сам стал нуждаться в спасении вот так вот можно но ягод хочу присоединиться к теле но пусть присоединяется как его у нас теперь дубинка 2 уровня все тут можно 5 уровней и там по-моему вообще не 5 даже по моему побольше уровне то у оружия но его надо крафтить больше пятого нам не дадут но надо крафтить но это надо в режиме блин на рукавицы это делать он в режиме строительства этому потом будем делать а сейчас всем спасибо за просмотр всем пока вот 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 вот